МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Политика отрицаний Турции продолжается. В различных кругах общества существуют силы, которые привержены легализации геноцида против армян, представляя армянский вопрос в другом свете. Вот еще один такой эпизод. По приглашению Ассоциации адвокатов Афинкара Хисар в Анкаре. В Турецкой палате адвокатов был проведен семинар по правовым аспектам армянского вопроса. Тургай Шахин, президент коллегии адвокатов Афена Карахи Сара, сообщил агентству Анадулу, что семинар, организованный коллегией адвокатов, проходил с 30 января по 1 февраля 2020 года. Шахин отметил, армяне, которые веками мирно жили на наших землях, во время восстания в 1890 по 1896 годы своей пропагандистской силой подстрекали западное общественное мнение против Османской империи. Государственные методы борьбы с зверствами, которые они сами совершили, рассматривались как жестокость, и они представлялись как жертва и угнетенная нация. К сожалению, они все еще сохраняют свое восприятие и успешно проповедуют. Напомню, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о Турецкой Армении, Западной Армении, и по этому декрету права армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав, де-факто, а 11 мая 1920 года во время конференции в Сан-Рема де-Юра была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Гудро Уильсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западной Армении не была признана Организация Объединенных Наций из-за ее оккупации Турцией. В 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. Полная статья доступна на нашем сайте. Американец-армянин, управляющий активами Марк Чинян, является потомком выживших после геноцида. Его мать и отец родились в Западной Армении во время геноцида против армян. В 1915 году их спасли немецкие и американские миссионеры. По воле судьбы они оба оказались в Египте. В интервью газете Кипр Мэйл Марк Чинян, представляя историю своей семьи, отмечает, что когда 2 миллиона армян стали жертвами геноцида, две сироты, выросшие в разных семьях, объединились, чтобы создать свою семью. Мать Марка Чиняна была дизайнером свадебных платьев, отец работал инженером. В семье Чичинянов, так называлась фамилия, в начале, на свет рождается сын по имени Нышан, что по-английски означает «Марк» на знак. Переехав в Соединенные Штаты, он сменил имя и сократил свою фамилию до Марка Чиняна. Он десятилетиями жил в США, Калифорнии, работал управляющим активами и инвестиционным консультантом. Его офис находится в Беверли-Хиллс, дом в нескольких минутах езды от Лос-Анджелеса. Автор статьи отмечает, что в разговоре чаще всего используется три слова «рынок», «дисциплина» и «армения». В его биографии упоминаются различные должности, связанные с армянским бизнес-форумом и армянским образовательным фондом. Продолжая тему геноцида, он отметил, что имущество армян, убитых в 1915 году, было одной из основных причин, по которым рядовые турки участвовали в резне. Они завладели имуществом армян. Полная статья доступна на нашем сайте. Армянские вины представлены на Парижской винной выставке. Около 40 вин от 11 армянских компаний представлены на выставке Paris Wine 2020. Об этом сообщает страница Facebook посольства Армении во Франции. А это одно из важнейших событий в календаре виноделов. Выставка служит платформой для презентации продукции более 2000 виноделов из разных регионов. Министерство иностранных дел России обвиняет Анкару в упострении ситуации в Идлибе. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила о том, что Анкара несет ответственность за эскалацию конфликта в сирийском Идлибе. По словам дипломата, Турция не преуспела в исполнении ранее достигнутых с Российской Федерацией договоренностей. Свою роль в этом сыграли постоянные поставки турецкой стороной в провинцию вооружения и техники, которые, как правило, оказывались в руках так называемой умеренной оппозиции. Об этом также заявила Минобороны РФ. При этом Захарова отметила, что Москва придерживается своих обязательств по Сочинскому меморандуму. Мы уже приближаемся к армянскому празднику Святого Трандеза, который всегда проводится в соответствии со священным Таммаром Айкеан по Григорианскому календарю 15 февраля. Трандез, согласно армянской доктрине Айкян, является одним из четырех праздников, который символизирует один из четырех элементов природы – огонь. Согласно мудрости наших предков, с помощью огня Трандеза мы помогаем перенести зиму на весну, то есть на армянский Новый год Пасху, который является днем Аара 21 марта. Согласно армянской духовной традиции, небо и земля целуются друг с другом, что считается символическим праздником влюбленных и молодоженов, который спустя столетия Запад назвал Днем Святого Валентина, тем самым забыв армян. Как правило, свекровь показывает свою невесту в огню и та прыгает через огонь, очищается и готовится к материнству. Потом влюбленные вместе прыгают через огонь и освещают свою любовь. Вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. В сборной Армении по греко-римской борьбе возвращается с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями с чемпионата Европы 2020 года в Риме. В последний день турнир в очередной раз вошел в историю уникальный чемпион армянского спорта Артур Александян. Он стал чемпионом Европы в пятый раз. В финале Артур встретился с Николазом Кахелишвили, представляющего Италию. Артур выиграл 7-1. В другом финале Георг Гребян встретится с турком Керемом Кемалем, одержавшим одну победу на чемпионате мира среди взрослых. Наш борец впервые стал золотым призером чемпионата Европы в напряженной борьбе благодаря более сложному приему. Карана Слонян и Карапет Чалян завоевали бронзовые медали. Западная Армения поздравляет армянских спортсменов и желает новых побед. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Саака Саакяна. Саака Саакяна. Субтитры создавал DimaTorzok